Всем привет, всем здравствуйте! Меня зовут Елена, и это канал о вязании. Сегодня мы с вами поговорим о Гранд Текстиль. Я обещала рассказать вам про эту выставку. Она завершилась буквально пару дней назад, и вот за эти два дня я отдохнула, перевела дух, собралась силами, ну и наконец-то, наконец-то готова вам рассказать о том, как же все это происходило. Честно говоря, я отстрелялась. Именно так я отношусь ко всему произошедшему, потому что последние два месяца, целиком и полностью весь апрель и 20 дней мая – это было что-то. Это был такой новый и очень непростой опыт для меня. Вязание шло в режиме нон-стоп, просто без остановок и днем, и ночью, и даже во время сна приходили какие-то мысли удивительные, тревожные, волнующие, радостные. В общем, это было очень-очень насыщенное время подготовки. Но, слава богу, выставка состоялась. Она проходила в Москве, в торгово-выставочном комплексе «Тишинский». Началась на 23 мая, это был день заезда, день монтажа стендов. В общем-то, мы все перезнакомились с организаторами, с участниками. Затем вечером состоялось открытие, были, так сказать, первые посетители. Ну, их, конечно, было совсем немного, но основная работа пришлась уже на 24, 25, 26 и 27 мая. Вот четыре дня насыщенной, очень такой активной работы на стенде. Что я представляла? Я связала, ну, сложно назвать это, конечно, коллекцией, потому что изделия единичные, они не повторяющиеся, но зато объединены общей темой. И я знаю, что можно даже не оговорить вам об этом, потому что те подписчики, кто давно со мной на канале, кто уже давно и хорошо со мной знаком, знают, что самая любимая тема в вязании, самый любимый прием в вязании – это наклонные косые линии и дырочки. Вот. Вот я постаралась совместить вот эти вот две техники в изделиях. Чевые изделия, как пуловер из итальянского кидмахера, как кардиган, связанный из дундаги, тот самый диагональный кардиган, который, кстати, для тех, кто, может быть, вот недавно появился на канале, кто, возможно, сегодня впервые смотрит это видео, я хочу сказать, что на канале есть видео, четыре, четыре видео, посвященные вязанию этому кардигану, если вам нравится эта модель, то добро пожаловать, я уверена, что вы справитесь, вяжете, по крайней мере, на сегодняшний день, я точно знаю, что более 30, да, порядка 30 человек мне прислало фотографии связанных готовых кардиганов вот именно по этим мастер-классам, так что желаю вам успехов. Ну, конечно же, мы об этом кардигане еще поговорим, это дундага, латвийская стопроцентная шерсть. Также были связаны юбки, здесь замечательный состав пряжи, это хлопок, одна юбочка хлопок с вискузой, вторая хлопок с акрилом, но, знаете, настолько мягкий акрил, замечательный, он по ощущениям действительно, ей-богу, как вискуза, ощущается, да и выглядит, признаюсь вам, если не знать название пряжи, то можно подумать, что тут совершенно натуральный состав. Юбки, конечно же, дизайнерские, юбки, конечно же, придуманные, разработанные нами, мной, мамой моей, которая является моим активным компаньоном, незаменимым помощником. И она тоже, конечно же, помогала готовиться к этой выставке. Мало того, для сборки юбки мы привлекли еще одну замечательную мастерицу, которая владеет крючком, и она помогала нам собирать юбку. Юбка связана, кстати, одна голубая юбка связана из отдельных фрагментов. Каждый фрагмент связан отдельным рисунком, не повторяющимся узором, ну, а затем они уже собирались с помощью крючка. А внизу юбочка отделана тоненькой-тоненькой тесемочкой. Юбочка цвета, ну, она не кирпичная, она такая, знаете, интересный цвет, горчица, да, скорее горчичный цвет. Она связана по другому принципу. Там вывязаны клини, специально расширяющие юбку, но там тоже внизу тесемочка. И изначально была идея отшить тесьмой, тоненькой-тоненькой тесьмой в таком этническом стиле вдоль всех-всех-всех вот этих вот соединительных переходов от одного узора, от одной части полотна к другой части полотна, ну, для того, чтобы контрастно отделить вот эти вот фрагменты, да, чтобы было еще более очевидно, что юбка состоит из отдельных ломаных таких вот полотен. К сожалению, не удалось нам это реализовать, потому что полотно потянуло, пошли, знаете, такие вот заломы на самом полотне, именно на вязанном. Тесемочка, она, к сожалению, не легла. Пришлось отказаться от этой идеи, ничего страшного, так тоже смотрится, в общем-то, замечательно. Ну, и самая главная наша придумка, находка. Вот берите на вооружение, если вам понравилась такая идея. Юбки эти безразмерные, они подходят на разбег размерный от 46-го до, я не знаю, 56-го, может быть, даже еще больше. По крайней мере, разные женщины примеряли эти юбки, и на всех они смотрелись замечательно. А секрет заключается в том, что вверху, вот в области пояса, на обратной стороне пришита липучка, да, и можно благодаря этому регулировать посадку на талии. То есть юбка с запахом, просто необходимо обмотаться, как удобно, как нравится, и на липучку, собственно, соединить пояс. Замечательная придумка. Я, честно говоря, была сама в восторге от того, что удалось все это реализовать, и на выставке, я не скрою, на выставке именно эта модель вызвала интерес. Музыка. что еще было связано вот эта замечательная картюха но я назову ее жилетом потому что несмотря на то что она выглядит как футболка да то есть у нее фасон такой летнего топа футболки несмотря на это все таки я предлагаю это изделие носить поверх рубашки блузы даже может быть обычной хлопковой футболки почему нет а все дело в том что состав здесь такой не самый летний немножечко утяжеленный здесь 50 процентов шерсть 50 процентов вискоза в составе содержится это кстати троицкая пряжа называется алиса но я расскажу вам в следующем видео поподробнее о своих впечатлениях от этой пряжи о том как он вязался как он придумывался если вдруг вам интересно и не хотелось бы ждать выхода следующего видео то тогда приглашаю вас к себе в инстаграм на мою страницу мой аккаунт там в общем то есть описание есть рассказ о том как я его вязала и есть фотографии самого процесса да связан он совершенно классическим образом отдельно вязалась передняя часть отдельно вязалась спиночка внизу здесь планки я делала ложную кетлевку какие еще особенности ну конечно вот этот накладной карман который на самом деле не съемный я давным-давно эту идею задумала очень давно и все не знала как же ее применить все не руки не доходили все не было подходящей пряжи а когда у меня в руках оказалось вот эта пряжа алиса именно этого бежевого темно-бежевого цвета то все сложилось в качестве отделки здесь не думаю что многие из вас догадались догадались конечно потому что это пряжа узнаваемо по фактуре узнаваемая по расцветкам это пряжа газал рок-н-ролл да я ее отправила на отделку вот этих вот тесемок которые начинаются возле кармашка затем поднимаются наверх пересекают линию плеча пересекают вот этот вот плечевой шов и опускается затем ровно вниз и смотрится это как будто бы ручки от сумочки такая знаете сумочка тире карман честно говоря у меня эта пряжа оставила не самые благоприятные впечатления я сейчас говорю о пряже газал рок-н-ролл я бы не отважилась ее использовать в полноценном изделии и никому бы не советовал этого дела уже во время вязания она распушается причем происходит это локально местами вот вы вяжете полотно у вас в одной части вылезли какие-то пушинки в другой части вылезли пушинки все это происходит неравномерно теряется блеск до блеск теряется абсолютно точно до стирки до того как я уже готовые изделия постирала и отпарила сама вот эта отделочная части съемочки они выглядели более ярко искрились привлекали внимание а после стирки они поблекли ну по сравнению опять же повторю по сравнению с первоначальным вариантом поэтому но о том что закатывается это уже мои прогнозы потому что изделие естественно еще не носилась она только вот собственно говоря на стенде жизнь свою начало только на манекене поэтому говорить о том как поведет себя на приноске мне сложно но я допускаю что пряжа это будет закатываться поэтому на отделку замечательный вариант на готовое изделие плечевую я бы не отважилась сам кармашек здесь отделан вышивкой кстати сказать это одна из причин почему я не стала вязать целиком карман на вот из пряжи газал хотя изначально у меня была так именно такая идея я хотела сделать карман целиком такого коричневый блестящий варианте из пряжи газал но когда я поняла что во первых форму держать не будет этот карманчик во вторых вот это вот эффект поношенности неопрятности мне больше не хотелось чтобы изделие создавал такое впечатление поэтому я отказалась от этой идеи и просто с помощью этой пряжи газал я вышел и вот такие вот интересные стрелы конечно фурнитура бронзового цвета это металл до достаточно тяжелый но благодаря этому карман действительно так отвисает хорошо и он немножечко оттопыриваться стал через какое-то время это было для меня не очень приятным сюрпризом и потому родилась идея с пуговицей созвучной по оттенку да она тоже такая бронзовая и с обратной стороны крепится магнитный замочек я думаю что такие замочки можно купить в любом магазин для рукоделия вы также их могли встречать например сумках это такая очень распространенная фурнитура но здесь она пришлась как нельзя кстати мне безумно нравится эта модель несмотря на то что вот манекен у меня сейчас установлен на 46 размер на самом деле это изделие мерили женщины и другого размера и 48 и 50 и вы знаете хорошо приемлемо садилась да конечно этот жилет становился короче это понятно потому что он растягивался ширину но тем не менее формы он не терял то есть все равно он смотрелся довольно интересно ну а также на стенде были представлены мои любимейшие платки действительно это одна из моих самых любимых моделей в прошлом году я их вязала просто ну бесконечное количество и постоянно они у меня появлялись разных видео какой-то цунами творческая накрыла виде вязание этих шалей платков и да соответственно здесь же это тема косых линий тема дырочка на здесь вот как нельзя явно представлена до с дырочками это вот шаль полукруглая паланга треугольная шаль паланга и также дырявчатые сетчатые платки но и кстати было немного представлено я их всего две штуки на стенде показала потому что целая коллекция у меня на ярмарке мастеров выставлено поэтому я решила что какой смысл мне вести все это разноцветное многообразие туда на стенд и так понятен принцип вязание этой модели ну и еще одна моя придумка это палантины с косыми линиями я думаю что зрители кто давно на канале кто давно смотрит youtube они сейчас наверное улыбнулись и нахнула приятная ностальгия помните конец 2016 года когда девочки юля и рита канала сами нит устроили совместный проект по вязанию ажурных палантинов помните тогда очень-очень много вязальщиц ютюба и не только ютюба присоединились к совместному проекту и мы все дружно вязали каждый был свой потрясающий палантин неповторимый очень красивый я тогда представила вот эту модель я тогда немножко другом варианте ее представила во первых там было очень много ажура который не повторялся на двух частях палантина в этот раз я решила сделать более лаконичный так сказать узор и более геометрический и понятный как действительно здесь конструкция необычная это не прямоугольные палантины это палантины со скошенной линии торцевой а также состоящий из двух частей то есть вяжется отдельно две части с наклоном и затем сшиваются по торцевой линии в принципе можно было бы еще поиграться с каймой но я подумала что наверное вот конкретно в этом в этой модели в этом изделии это будет лишь включительно такой геометрический не сложный но смотрится довольно эффектно вот эти палантины я вам честно признаюсь они вызвали интерес их трогали щупали расспрашивали примеряли естественно это все итальянский кидмохер бобинная пряжа которую я купила в магазине вижу с нами но об этом я вам расскажу в другом видео у меня даже есть кадры я когда посетил этот магазин я там немножечко поснимала да все вам покажу расскажу приятное место и действительно довольно интересный выбор богатый выбор по крайней мере все то что мне нужно было когда я готовилась к выставке мне нужна была пряжа определенная вот все то что мне требовалось все я там нашла в этом магазине но об этом в следующий раз ну что было еще интересного на выставке на выставке в режиме нон-стоп проходили дефиле различных дизайнеров и модных домов также представляли свои коллекции всевозможные образовательные учреждения вузы колледж технологический колледж дизайна я по крайней мере чуть-чуть краем глаза зацепила их коллекцию девочка в инстаграм я в сторис показывала фрагмент этой демонстрации я очень благодарна всем тем кто посмотрелся написал слова очень теплые и конечно же я не могу не поблагодарить тех замечательных девочек которые пришли ко мне на выставку которые захотели прийти познакомиться пообщаться мы очень тепло пообщались и вообще вы знаете я хочу сказать что когда мы лично встречаемся даже не будучи то этого знакомыми вот просто какое-то онлайн общение было и мы вот на ютюбе может быть как-то там переписывались комментариях но это не сравнить с тем эмоциональным подъемом и с тем эмоциональным теплом которое происходит которое рождается в момент личной встречи поэтому я всячески желаю вам выходить из виртуала встречаться в реальной жизни общаться вязать собираться в какие-то объединения группы сообщества большое вам спасибо татьяна галина лариса надежда николаевна тищенко антонина григорьевна большое вам спасибо за то что вы вот порадовали меня порадовали меня личным знакомством и личным общением также на стенде случилась приятная встреча еще с одной девушкой на которую я подписана в инстаграме это ксении из петрозаводска она совершенно случайным образом оказалась на этой выставке она про нее в общем-то мало что слышала не видела никакой рекламы вот случайным образом и мы там тоже вот встретились пообщались очень очень приятно кстати вот сейчас я и подошла медленно вот к разговору о самой выставке об оценке ее эффективности и о том какие выводы я могла бы сделать действительно было не очень много посетителей по сравнению с другими выставками на которых я когда-либо работала а я поверьте стреляный воробей у меня очень большой опыт работы на выставках правда совершенно другой тематики я человек который долгое-долгое время работал в сфере военно-промышленного комплекса и была не просто посетителем выставок а участником непосредственно то есть и застройка стенда и работа по подготовительная работа по информационной составляющей протокольной составляющей естественно технической составляющей так далее вот пожалуй впервые я видела такое небольшое количество посетителей на выставке скорее всего это связано с временем года потому что лето конец весны лета отпуска вероятно наступили кто-то на дачу ехал за город но тем не менее все таки это центр москвы тишинская площадь это для тех кто может быть не из москвы и скажу что это очень очень недалеко от кремля место находится и проходимость там достаточно большая место популярное торгово-выставочный комплекс тоже достаточно больших размеров в общем то ставка была на то что даже если люди не знали не слышали и не видели рекламу этой выставки то они каким-то образом все равно могли бы там оказаться просто забрели бы туда случайно что касается рекламы то тоже самое и и было немного на мой взгляд это уже вопрос к организаторам потому что регистрационный взнос участников взимается со всех и предполагаю в договоре как раз написано что вот этот регистрационный взнос он будет направлен в первую очередь на рекламные услуги то на рекламную кампанию которую организаторы берутся на себя но к сожалению никаких то таких вот явных результатов этой рекламной кампании я не видела еще меня удивило то что за пять дней работы выставки я не увидела представителей сми это тоже впервые в моем опыте вот если берем выставку формулу рукоделия который я думаю многие из вас знают ну по крайней мере на ютюбе могли видеть видео ролики про эту выставку если например вы не из москвы вас нет возможности приехать и посмотреть это действительно масштабное мероприятие приблизительно такого же крупного масштабного уровня как выставка ладья и там всегда очень много представителей сми причем такие каналы как например ци москва 24 то есть те каналы которые освещают городские события также очень много представителей кабельных каналов телеканал и различных округов и также блогеры да то есть формуле рукоделия вы просто устанете встречать знакомые лица все ходят с камерами происходят и брифинги и пресс-конференции и презентации вот здесь на гранд текстиль ничего этого не было я не увидела ни одного человека с камерой вы можете себе представить я была так удивлена просто до глубины души казалось бы такая интересная сфера да наша индустрия трикотажная текстильная трикотажная она такая большая но не знаю как это объяснить удивительный момент что касается участников вот здесь гораздо все интереснее потому что представлены были как известные модные дома например дизайнер виктория андриянова представляла большой стенд а также павлопосадская фабрика естественно ивановский текстиль огромным стендом был представлен из более менее известных таких которые ну может быть на слуху у многих это яга бренд который работают с валеным полотном до сваленной одежды с аксессуарами очень много было из других регионов из средней азии очень много было узбекский текстиль туркменский текстиль вышивка какая-то аутентичная из различных регионов из северных регионов были представители из прибалтики я лично сама пообщалась дамой из литвы у нее очень очень интересный был из льна трикотаж у нее были палантины и платки кардиганы но действительно интересно мне очень понравилось качество работы очень интересные дизайны моделей затем были из украины представители очень много льна из беларуси очень много но вот многие отметили и посетители и сами участники непосредственно ручной работы было представлено очень мало очень мало много перекупщиков очень много фабрик представляли свою продукцию то есть видно что фабричное производство в огромном массовом количестве в огромной размерной линейке то есть например вам изделие понравилось вы без проблем могли бы его приобрести как в обычном магазине не прошел этот размер значит вам тут же предоставят эту же модель в размере тот который вам подойдет в общем то ощущение было магазина посещение магазина ручной работы было действительно очень мало и на этом фоне я выделялась действительно я и сама это понимала но и также мне это подтвердили очень многие посетители до из приятного момента конечно я должна об этом сказать потому что возможно у кого-то есть мысли о том стоит ли участвовать в выставках или это не рентабельно и затратно и совершенно не окупается так вот я могу сказать следующее все зависит от того какие у вас цели как вы видите свое развитие и вообще есть как вы себя понимаете в этой деятельности у меня давным давно уже сложилась определенная цель я продавать сама продавать свои изделия не умею у меня не получается я к продажам к торговле не имею никакого отношения не владею этими навыками не умею применять эти психологические триггеры которые в общем то всем известно но их действительно надо уметь применять поэтому я давно приняла решение что мне нужны партнеры которые будут предлагать мой мой продукт а что такое партнеры это магазины да это магазины это арт салоны это шоурумы так вот на выставке ходят собственники магазинов а также байеры и у меня действительно есть хороший результат в этом смысле потому что произошли контакты произошло взаимодействие и определенные договоренности именно вот с такой вот аудиторией конкретно для меня для моих целей эта аудитория самая желанная и самая интересная поэтому если у вас есть цель подружиться с каким-либо бы то ни было магазином показать им свою продукцию чтобы собственник магазин или байер пощупал потрогал посмотрел оценил вашу продукцию то выставка это самый эффективный инструмент это самый результативный инструмент для решения этих целей и я это подтверждаю потому что я с выставки принесла контракт да я заключила контракт на поставку изделий трикотажных в магазин что касается покупателей которые вот ну просто вот люди ходят смотрят выбирают для себя то конечно покупательская способность очень низкая люди позволяют себе торговаться и для меня это вообще было шоком я не поняла мне мне показалось что происходит некоторое смещение понимания происходящего я стою на выставке а покупатель который приходит ко мне на стенд полагает что он пришел на рынок потому что цену конечно пытались снизить и вдвое и втрое я просто возмущена была до глубины души и конечно же я отказывала разумеется но это было действительно не очень приятно не хочу рассказывать об этом подробно просто когда человек который не очень понимает что такое ручная работа не очень понимает что такое стопроцентный материал чистый шерстяной да вот стопроцентная шерсть из прибалтики из нее связан уникальный дизайнерский кардиган который я сейчас говорю про диагональный кардиган в котором ну никто не ходит по улицам вы не встретите эту модель она не массовая она не растиражированная это не ширпотреб это эксклюзив и когда человек вам говорит я готов за нее отдать 3000 рублей знаете я честно скажу меня глаза на лоб вылезли я прошу прощения за такое фамильярное высказывание но именно так произошло мне казалось что они у меня на лбу оказались от удивления но конечно же в общем то я объяснила этой женщине что это нереально это просто нереально там только одних материалов почти на 2000 в этом кардигане заключается но вот такие моменты тоже были также конечно же были моменты когда нелицеприятно отзывались о работах причем это делалось намеренно делалось очень громко так знаете вот чтобы обязательно услышали о том какой вы мастер в кавычках и вашего изделия тоже какие достойные в кавычках на это наверное имеет смысла обращать внимание люди разные зато было очень много приятных слов сказано очень много людей останавливалась и очень много вязальщиц как выяснилось очень много людей кто вяжет кто интересуется кто хотел бы научиться поэтому если например вы практикуете мастер-классы вы преподаете и даже если вы это делаете самостоятельно не в рамках какой-то школы а вот вы сами хотели бы продавать свои мастер-классы собирать людей на них то выставка это тоже замечательный вариант взаимодействует с целевой аудитории рассказать им о вас показать модели уровень вашего мастерства и пригласить тебя на мастер-классы это тоже очень очень эффективно и результативно потому что ко мне подходили женщины вязальщицы задавали вопросы а можно ли попасть на мастер-класс поэтому моя оценка конечно же в большей степени положительное всего этого мероприятия нежели отрицательное отрицательные моменты они со временем забудутся сотрутся из памяти а положительные моменты дают импульс к дальнейшим действиям к дальнейшей активности и так сказать вперед и только вперед чего я и вам желаю дорогие мои друзья благодарю вас за внимание если вдруг у вас остались какие бы то ни было вопросы по выставке по изделиям которых я вам сегодня рассказывал и так вот мельком показала то пожалуйста пишите задавайте я буду знать о чем не вам рассказывать дальнейшем я конечно же постараюсь сейчас более активно себя вести на ютюбе потому что ну наконец-то наконец-то я избавилась от этого времени тяжелого по подготовительной работе до новых встреч спасибо за внимание счастливо ольга агненко туника анатолстикова она делает очень много по мотивам русских сказок иллюстрации по различным элементам русского стиля и всегда это великолепно и замечательно вот смотрите просто девочки спасибо всем кто присоединился извините я не могу всем ответить здесь достаточно громко надеюсь вам понравится это дебиле ведет наталья козлова известный эксперт и историк моды и а и и пожалуйста а не то и 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это выступают студенты колледжа дизайна, будущие модельеры. Девочки сами готовили эту коллекцию и теперь они с радостью здесь демонстрируют. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо большое! Спасибо! 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Типа одежды Потому что здесь, честно вам признаю Здесь есть очень много Вещей в стиле Боха Ну, условно, конечно Понятно, что все адаптировано Но для городской одежды Это весьма-весьма с натяжкой А вот эти примеры Вот эти модели Они абсолютно городские Абсолютно повседневные И при этом дизайнерские Спасибо большое, Калина Марина, как я рада вас видеть Привет, Беларусь Малявочки, стесняются Они очень долго готовились Там какая-то проволочка была Ой, смотрите, какие маленькие Здорово, правда здорово Дорогая Настя, спасибо большое тебе И за творчество И за режиссуру показывать Спасибо, умницы Спасибо Дети, большое спасибо вам Большое спасибо детям Девочки, ну, собственно, на этом я буду завершать Потому что вот эти дефиле Они будут идти в режиме нон-стоп До самого закрытия До 7 вечера А выставка сама продлится до воскресенья И, соответственно, дефиле будут каждый-каждый день Начиная, по-моему, с двух или с трех часов дня Это я вам показываю лишь одну часть А всего три части, три павильона Ой, точнее, три части, три зала В одном павильоне Ну, если я уж найду себя С этого балкона Маловероятно Но сейчас попробую себя найти На самом деле я здесь путаюсь Вчера путалась Сегодня путалась Не могла найти сама свой стенд Вот там вот я нахожусь Вот в этом ряду Самый-самый крайний стенд Островной Ну, что я могу сказать Страшно? Страшно Тяжело удалось? Да нет, не тяжело Было много подготовительной работы Но, в общем-то, если Написать заранее список Учесть все моменты и детали То все решаемо Все это реально И первопроходцы Давным-давно уже протоптали этот путь Очень много информации Познавательной, полезной В интернете Насчет подготовки к выставкам Насчет особенностей Которые здесь есть на выставках Вы знаете, что я заметила? Интересный факт Боха Боха – это просто вот то, что рулит Очень много стендов с одеждой в этом стиле И у них просто огромные очереди выстраиваются Ну, а что касается посетителей То преимущественно это люди Уважаемого возраста, я бы так сказала Надо учесть, что сегодня еще рабочий день Скорее всего, суббота-воскресенье Будет ажиотаж, я надеюсь Будут другой возрастной категории посетителей Но вот вчера и сегодня Именно вот такого рода посетителей И еще забавный факт Все ходят парами Либо муж с женой, либо две подруги Либо мама с дочкой Но все гуляют парами И, соответственно, если один человек меряет Примеряет ваше изделие То второй стоит и либо советует купить Либо, наоборот, отсоветует Так случилось вчера со мной Когда даме очень понравился кардиган Тот самый диагональный кардиган Красно-синий А супруг ее отговорил его покупать Сказал, что она в нем выглядит неженственно Потому что не подчеркнута талия Вот так вот Мы носим оверсайз Вяжем оверсайз А мужчине подавай талию Девочки, большое спасибо всем, кто присоединился Всем, кто посмотрел этот сторис На самом деле для меня это было непросто Потому что я совершенно неумеха в этих историях Не знаю, что нажимать Не знаю, как отвечать Вот научилась нажимать на кнопочку Помахать в ответ Это уже победа Всем большое спасибо До новых встреч Пока-пока Вот Помахать в последний момент нажимаю И прощаюсь с вами Пока Полный выставочный комплекс Так О, Манюня какая Привет, привет, Калина, привет Анечка, спасибо А мне самой страшно Без гордости уже страшно Мне хочется похвалить Аню Почему, Настю Ну, интересная модель Согласитесь, что интересно Она делает Лешечек И пики-пусики детей Она делает прекрасную чистую одежду О, интересный какой наряд Посмотрите, мама Две девочки Чудесно Вроде бы и растительная Да Растительная тема И тем не менее Насколько здорово Она смотрится Урбанистически Я бы даже сказала То есть абсолютно приемлемо Для городского Типа одежды Потому что здесь Честно вам признаю Здесь есть очень много Вещей в стиле боха Ну, условно, конечно Понятно, что все адаптировано Но для городской одежды Это весьма-весьма Так, с натяжкой А вот эти примеры Вот эти модели Они абсолютно городские Абсолютно повседневные И при этом дизайнерские Спасибо большое, Галина Марина Как я рада вас видеть Привет, Беларусь Малявочки Стесняются Они очень долго готовились Там какая-то проволочка была Задержа Ой, смотрите, какие маленькие Здорово Правда, здорово Дорогая Настя Спасибо большое тебе И за творчество И за режиссуру показа Спасибо Умница Спасибо Дети Большое спасибо вам Будьте Большое спасибо детям Девочки Ну, собственно, на этом я буду завершать Потому что вот эти дефили Они будут идти в режиме нон-стоп До самого закрытия До 7 вечера А выставка сама продлится до воскресенья И, соответственно, дефиле будут Каждый-каждый день Начиная, по-моему, с двух или с трех часов дня Это я вам показываю лишь одну часть А всего три части Три павильона Ой, точнее, три части Три зала В одном павильоне Ну, если я уж найду себя С этого балкона Маловероятно Ну, сейчас попробую себя найти На самом деле я здесь путаюсь Вчера путалась Сегодня путалась Не могла найти сама свой стенд Вот там вот я нахожусь Вот в этом ряду Самый-самый крайний стенд Островной Ну, что я могу сказать Страшно? Страшно Страшно Удалось Да нет, не тяжело Было много подготовительной работы Но, в общем-то, если Написать заранее список Учесть все моменты и детали То Все решаемо Все это реально И первопроходцы Давным-давно уже это протоптали Этот путь Очень много информации Познавательной, полезной В интернете Насчет подготовки к выставкам Насчет особенностей Которые здесь есть на выставках Вы знаете, что я заметила? Интересный факт Боха Боха – это просто Вот то, что рулит Очень много стендов С одеждой в этом стиле И у них просто Огромные очереди выстраиваются Ну, а что касается посетителей То преимущественно Это люди Уважаемого возраста Я бы так сказала Надо учесть, что сегодня Еще рабочий день Скорее всего, суббота-воскресенье Будет ажиотаж, я надеюсь Будут другой возрастной категории Посетители Но вот вчера и сегодня Именно вот такого рода посетителей И еще забавный факт Все ходят парами Либо муж с женой Либо две подруги Либо мама с дочкой Но все гуляют парами И, соответственно, если один человек Меряет, примеряет Ваши изделия То второй стоит И либо советует купить Либо, наоборот, отсоветует Так случилось вчера со мной Когда Даме очень понравился кардиган Тот самый диагональный кардиган Красно-синий А супруг ее Отговорил его покупать Сказал, что она в нем Выглядит неженственно Потому что не подчеркнута талия Вот так вот Мы носим Оверсайз Вяжем оверсайз А мужчине Подавай талию Девочки, большое спасибо Всем, кто присоединился Всем, кто посмотрел Этот сторис На самом деле Для меня это было непросто Потому что я совершенно неумеха В этих историях Не знаю, что нажимать Не знаю, как отвечать Вот научилась нажимать на кнопочку Помахать в ответ Это уже победа Всем большое спасибо До новых встреч Пока-пока Вот Помахать В последний момент нажимаю И прощаюсь с вами Пока